Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на завершающем брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Сегодня мы поговорим о реализации инновационной политики Казахстана в рамках индустриальной программы. У нас в гостях институты развития, которые занимаются непосредственно данным вопросом. И это управляющий директор Акционерного общества Национального управляющего холдинга «Байтирек» Канн Шаманбайович Тлеушин, исполняющий обязанности председателя управления Акционерного общества Национального агентства по технологическому развитию Санжар Бесинбайович Тлеушин и управляющий директор Акционерного общества Национального агентства по технологическому развитию Бауржан Жанатулла Айтилеу. В первую очередь, позвольте поблагодарить вас за участие в нашем брифинге. И, Канн Шаманбайович, пожалуйста, первое слово вам. Добрый день, уважаемые коллеги! В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех присутствующих за участие на данном брифинге. Сегодня мы хотели бы доложиться о том, что делается в области поддержки инновационного развития в стране. И хотел бы начать с того, что Холдинг Вейтирек в рамках своей деятельности активно выделяет поддержку инновационной деятельности и ставит в угловую угла. В рамках данного направления у нас непосредственно занимается Национальная агентство по технологическому развитию, дочерние предприятия Холдинга Вейтирек. В рамках первой пятилетки программы индустриализации была проделана большая работа, была усовершенствована законодательная база, проведены институциональные реформы. Поэтому мы считаем, что были заложены достаточно эффективные системы и механизмы поддержки индустриального ценно-деятельности. На сегодняшний день система поддержки инноваций в стране выстроена следующим образом. Во-первых, данная система таргетирует таких основных, как ученые-инноваторы, предприятия и стартапы. То есть данная система охватывает весь инновационный цикл, начиная от поддержки научных идей, заканчивая внедрением инноваций в производство. Благодаря данной работе имеются ощутимые результаты. И сейчас мы посмотрели и видим, что более чем 7 раз вылечился объем инновационной продукции по сравнению с 2009 годом, в составе в 578,3 миллиардов тенге в 2013 году. Это 1,65% от ВВП. По сравнению с 2009 годом удалось увеличить долю инновационной активности предприятий в два раза, то есть с 4% до 8%. В 7 раз возросли затраты предприятий на технологические инновации, то есть порядка 60 миллиардов до 430 миллиардов тенге. Также это касается отечественной статистики. Если посмотреть на международные статистические показатели, то можно увидеть, что за период реализации государственной программы индустриального инновационного развития Казахстан также улучшил позицию в международном рейтинге глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по фактору инноваций, то есть на 31 пункт. Если раньше Казахстан занимал 116 место, то сейчас это 85 место. Также Казахстан улучшил свои позиции по глобальному инновационному индексу INSEAD на 5 пунктов. В 20 раз увеличились иностранные инвестиции в технологические инновации с 2 до 40 миллиардов тенге. Сейчас в целом новый импульс получил инновационный бизнес. Если в период с 2003 по 2009, то есть практически за 6 лет, было поддержано всего около 180 проектов инновационных, то за последние 3-4 года получили поддержку около 600 проектов. Что касается дальнейших перспектив развития, то основной задачей в рамках второй пятилетки мы видим в первую очередь это трансфер передовых технологий. И здесь не только закупка какого-либо оборудования, то есть трансфер каких-то знаний, патентов, лицензий, таких вот технологий. Второе это повышение технологических компетенций и третье стимулирование спроса на инновации. То есть в целом вся работа будет направлена на два таких сегмента, как первое. То есть мы должны сократить технологическое отставание наших традиционных отраслей. Это то, что мы будем делать в первую очередь в наших базовых секторах. И второе это создать основы для развития новых несуществующих в стране отраслей. То есть заложить основу, создать фундамент, научную основу, инновационную инфраструктуру и так далее. В рамках первого направления трансфер передовых технологий здесь данная работа будет осуществляться через предоставление инновационных грантов. Это вот в рамках нашего дочернего предприятия Национального агентства по технологическому развитию. И сейчас в данный момент мы проводим работу по укропнению инновационных грантов. Два таких основных это грант на проведение промышленных исследований и второе это грант на приобретение технологий. В рамках следующего направления повышения технологических компетенций то здесь главной мерой станется действие в создании отраслевых центров компетенций то есть инновационных мастерских фаб-лабораторий сертификационных центров и тому подобное. Вы знаете сейчас большой недостаток в данном сегменте имеется нужно развивать сертификационные центры свою институциональную инновационную базу в этом направлении в целях повышения научно-исследовательства и образовательного потенциала через инновационные гранты также будут поддерживаться инициативы по созданию центров превосходства. С целью повышения компетенции кадров на предприятиях будет проработан вопрос выделения грантов на повышение квалификации инженерного потенциала и персонала. Третье направление это повышение спроса на инновации то есть очень на наш взгляд важное направление и мы здесь будем обеспечивать за счет государства регулирующие и стимулирующие меры будет предусмотрено дальнейшее развитие финансовых мер для развития малого и среднего бизнеса в области инноваций совершенствоваться нормативы по энергосбережению гармонизация будет осуществляться в области систем технических и экологических стандартов системами стандартизации таможенного союза и ЕС проработаны механизмы гарантированного заказа со стороны национальных компаний и государств в целом таковы основные меры которые мы будем реализовать в рамках второй пятилетки и данные положения уже закреплены в рамках данной программы в целом во второй пятилетке мы ставим перед собой задачи по достижению конкретных индикаторов такие как повышение инновационной активности уровня частного капитала в исследовании и разработках и соответственно как следствие увеличение доли высокотехнологичной продукции валом внутреннего продукта если говорить о конкретных проектах то как бы хотелось бы выделить несколько допустим среди категории инноваторов ученых мы в Караганде поддержали Евгения Воронова который начал сам в маленькой мастерской с двумя сварщиками работу по производству отопительных котлов то есть он их сам собирал далее он обратился в НАТОР получил инновационный грант в объеме чуть более 6 миллионов тенге в рамках программы технологического бизнеса инкубирования и в ходе реализации данного проекта он сейчас уже укрупнился создал то МЕЭНТЕХ и произвел уже 12 отопительных котлов разной мощности которые сейчас установлены уже в разных зданиях в детсадах в Акимате и так далее данные образцы показали очень хорошую экономию топлива на 40% это вот как бы такая небольшая звездочка в структуре наших проектов следующим тоже интересным является такое предприятие как TOCAS Каучу данное предприятие сейчас производит системы системы подземного капельного решения по инновационной технологии то есть он за счет гранта на покупку технологии получил лицензию на реализацию такого очень интересного на наш взгляд проекта который повысит урожайность производительность в агропромышленном комплексе если мы все привыкли видеть такие системы которые лежат на поверхности земли и орошают те или иные растения то данная система закладывается под корень растений и под давлением воды вот эта структура материала из которых производятся эти шланги она увеличивается и через пору выделяется в достаточном объеме количество жидкости то есть нету чрезмерной влаги и в то же время очень четко рассчитано то есть инновационная технология заключается именно в самом материале из которого производится шланг то есть вот такие вот интересные технологии у нас реализуются более подробно наверное расскажут другие докладчики в целом мы считаем что работа проводится в правильном направлении и мы будем дальше усилять это направление здравствуйте уважаемые журналисты разрешите вкратце остановиться о деятельности агентства основной целью агентства является оказание эффективной поддержки инновационной деятельности в республике на сегодняшний день при поддержке министерства инвестиций и развития у нами выстроена полная линейка инструментов поддержки инноваций в стране как уже отмечалось от идеи до ее внедрения в производство также агентством поддерживается развитие инновационной инфраструктуры на сегодняшний день у нас действуют 8 технологических парков 4 отраслевых конструкторских бюро 5 центров транспорта технологий международных также у нас имеются 4 зарубежных и 3 венчурных фондов 21 офис коммерциализации при вузах и НИИ в целом за прошедшие 5 лет нами было идентифицировано порядка 4000 идей и разработок из которых 570 получили поддержку по мнению по инновационным грантам которые являются одним из наших инструментов нами было отработано и рассмотрено более 1400 заявок из них 227 получили финансовую поддержку и в ходе реализации данной программы по грантному финансированию было уплачено порядка 680 миллионов тенге налогов произведено продукции на 15,5 миллиардов тенге из которой порядка 50% было реализовано на экспорт по информации грантополучателей было получено 83 инновационных патента 4 зарегистрировано 4 торговых знака и было подано 28 заявок на охранные документы в международных организациях также одним из элементов наших инструментарий является коммерциализация технологий данные центры коммерциализации они сосредоточены на поиск отбор и продвижение перспективных технологий нами было обработано порядка 4 из 6 заявок из них 122 проекта получили поддержку в части обоснования концепции дальнейших их коммерциализации в рамках конструкторских бюро у нас было проводится работа по поддержке отечественных машиностроительных нами было то есть нашими конструкторскими бюро были приобретены пакеты документаций были адаптированы для реализации на территории Казахстана и было адаптировано или освоено 198 видов новой продукции также нами проводится работа в части технологического бизнес инкубирования в рамках этой программы мы поддерживаем инновационно активные предприятия мы даем возможность им развиваться поддерживаем в части маркетинга экономической экспертизы бухгалтерского учета также предоставляем офисные повещения и пытаемся оказать услуги чтобы предприятие прошло свой сложный период развития и вышло на новый уровень экономического своего развития также нами проводится работа по венчурному финансированию буквально на прошлой неделе мы подписали учредительные документы о создании венчурного фонда совместно с исламской корпорацией развития и нашим частным партнером фонд будет заниматься возобновляемой источниками энергии с первичной капитализацией порядка 50 миллионов то есть эти миллионы долларов да совершенно верно это как раз очень актуальная тема энергоэффективность и альтернативные источники энергии также у нас существует 5 центров международных центров транспортной технологии в данный момент реализуется 22 проекта 29 находятся на стадии рассмотрения наши центры они существуют в 5 странах это в Соединенных Штатах в Корее в Китае во Франции и в Норвегии в рамках технологического прогнозирования нами были выделены 100 технологических задач крупных промышленных предприятий в данный момент проводится работа по поиску решений данных задач прорабатываются вопросы о партнерстве прорабатываются вопросы решения данных технологических задач агентством также была проведена работа По изучению мирового опыта мы изучили крупные мировые институты, кто оказывает поддержку от имени государства в мире. Это такие, как ТКС, Винова, Кистеп. Мы детально изучили, выработали видение. Это отразилось в нашей долгосрочной стратегии, которая недавно была утверждена, и она до 2023 года. В целом, наша деятельность направлена на развитие инноваций в стране в рамках второй пятилетки индустриализации. Три основных направления – это трансфер технологий, повышение спроса на инновации и повышение технологических компетенций. В целом, это, наверное, все. Это коротко о деятельности агентства. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Пожалуйста, у кого есть вопросы, поднимайте руки. Пожалуйста, Егемин Казахстан. Спасибо. Уважаемые коллеги. 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 Продолжение следует... 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 Кембриджского университета в Канаде, умение менеджмента компании просто находить эти лучшие решения за рубежом и внедрять у себя, в итоге получает выгоды экономика штатов, а те страны, которые разрабатывают технологии, получают небольшие дивиденды. То есть это пример той политики, которая предусматривает внедрение готовых решений из рубежа в страну. В то же время нужно заниматься развитием собственных разработок и создавать основу для этого. Сейчас большая работа ведется, то есть в рамках Министерства образования и науки выделяются большие средства на развитие науки, эти объемы средств увеличиваются с каждым годом. Я думаю, в ближайшее время будут плоды, развиваются Назарбаев университет. Это флагман образовательной системы Казахстана. И я думаю, все вот эти инвестиции, они себя окупят в скором времени. Благодарю. Хотел бы добавить? Я хотел бы добавить, если вы посмотрите на линейку инструментов, которые имеются в агентстве, то они покрывают как трансфер технологий, так и развитие инноваций внутри страны. На самом деле такие инновации мирового масштаба, они не поддаются планированию, они не создаются по хотению, это скорее по воле случая. Но на этот случай мы должны иметь достаточно инфраструктуры, достаточно возможности, чтобы такие инновации случились. Поэтому агентство выстраивает свою линейку такую. У нас фокус, конечно, на трансфер технологий. Понятно, что мы можем привести хорошие технологии с миром, внедрить их в Казахстане. Но также мы хотели бы, чтобы наши инновационно-активные компании развивались в стране, и нет никакой гарантии, что мы не можем конкурировать с миром. Точнее, мы должны с ним конкурировать с миром, потому что если мы хотим выйти на уровень крупных инновационных стран, у нас должны быть созданы условия для инновационной активности в стране, чем по сути и занимается агентство. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста, Казахстанская правда. Здравствуйте, Галина Толешева, Казахстанская правда. Известно, что внедрение инновационных проектов – дело очень затратное и не из дешевых удовольствий, так сказать. А все-таки насколько они окупаемы? Спасибо. Пожалуйста. Ну, на самом деле, я бы сказал, они не столько затратные, сколько они рискованные. И все затраты связаны больше с риском. Но если смотреть из мировой практики венчурного финансирования, если смотреть из практики поддержки вообще инновационных проектов. В чем смысл создания венчурных фондов? Венчурный фонд может иметь в своем портфеле до 10 компаний. Из них, из 10, как правило, все 10 не бывают успешными. Но возможность каждой компании надо дать. Поэтому венчурный фонд, он создает такие условия, когда развиваются все 10 компаний. Супер успешной может быть только одна. Порядка 3-4 середнячков и где-то, наверное, остаток может провалиться. Поэтому такие вот инструменты, они поддерживают рискованность, наверное, или затратность, или оправдываются они в затратности. С другой стороны, если не создавать условия и не давать возможность инновации развиваться, независимо от его затратности, скорее всего, такие успешные проекты никогда и не случатся. Поэтому риск здесь оправдан. И на самом деле государство и поддерживает такие рискованные предприятия, где бизнес не может или не видит пока своего интереса. Государство вкладывает средства в рамках вот таких инструментов, как грантовое финансирование, чтобы снизить эти риски. И в итоге из 10 может быть получить один уникальный продукт. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну, если говорить совсем в таком странном масштабе, то всегда лучше выделять такие ресурсы на такие направления, как наука и инновации. Почему? Потому что это формирование интеллектуальной нации, это желание быть первым, а не последователем. Ну и если посмотреть, то только по линии НАТРа было выделено порядка 12 миллиардов тенге. Это небольшая сумма. И сравнить с тем, что сейчас за счет этих денег выпускается какой объем инновационной продукции, о котором я говорил ранее. И если говорить о выплате налогов, о создании рабочих мест, то это большие результаты того, что инвестируется в составный бюджет. Благодарю. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Представьтесь. Я хотел бы спросить, у НАТРа был такой проект по переработке зерна в Карганинской области, это Туон Амат подавал заявку, и примерно два года назад НАТР обещал выделить 3 миллиона долларов, если не ошибаюсь, на этот проект. Но, однако, там были, по-моему, проблемы с софинансированием. Вы не могли бы сейчас прокомментировать, какая сейчас ситуация сложилась по этому проекту? Спасибо. Да, на самом деле, такой проект у нас был. Мы его рассматривали. Рассматривал наш совет директоров. Мы вынесли положительное решение по данному проекту, но с отлагательными условиями. Данные условия, они были связаны с решениями организации в структуре Казагра. Также они были связаны с выполнением определенных обязательств со стороны заявителя по данному проекту. На данный момент ни одно из условий не было исполнено, поэтому этот вопрос был исключен из деятельности. Порядка двух лет мы прорабатывали этот вопрос. Был временной лаг у заявителя, но ввиду того, что мы, во-первых, ввели новую политику в управлении нашими компаниями, мы отказались от прямого проектного финансирования, мы сейчас работаем только через инвестиционные венчурные фонды, и данный проект, поскольку не состоялись или не были выполнены эти условия, был отклонен. Спасибо. Благодарю. 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 Как правильно Санджар Бесимбайш отметил, сейчас идет политика в области, если рассматривать всю линейку, то есть ученые, изобретатели, рационализаторы и так далее, то такого рода, где риск очень высокий, нужно поддерживать с помощью инновационных грантов. То есть ты не входишь в капитал, ты не разделяешь какие-то риски, ты поддержал проект с помощью безвозмездного гранта. Тогда, когда уже приходят предприятия такие, как Туономат, какие-то уже состоявшиеся крупные и средние предприятия, то здесь мы тоже поддерживаем, это уже конец линейки, то есть здесь работа ведется по повышению производительности и так далее. Если они рассматривают и хотят получить поддержку в виде участия в капитале, то есть не грант, а чтобы НАТР зашел в капитал, то здесь Санджар Бесимбайш правильно отметил, эта сейчас работа осуществляется совместно с другими фондами, то есть они через фонды, то есть не напрямую НАТР заходят. Почему это делается? Это чтобы разделять риски с другими. То есть какие-то предприниматели совместно с НАТРом создают фонды, как вот создали недавно по альтернативной энергетике, совместно с Исламским, с институтами частных партнеров. Аккумулируют какие-то деньги в объеме 50 миллионов долларов и совместно уже начинают рассматривать проекты, такие как ТОН, ОМА и так далее. Поэтому на тот момент, когда они участвовали, тогда прямое инвестирование рассматривалось, но они не выполнили отлагательные условия. Теперь сейчас политика меняется, нужно разделять риски совместно с частным капиталом. Это идет в унисон той политики, когда ставится задача по привлечению дополнительных частных инвестиций в инновационный сектор. Благодарю. Пожалуйста. Еще вопросы будут? Пожалуйста, ваши вопросы. Информационное агентство Бенюс. Надежда, скажите, пожалуйста, насколько активные предприятия сейчас внедряют инновации в свое производство? И второй вопрос такой. Прогнозируете ли вы рост инновационного предприятия во второй половине пятилетки? Спасибо. Хорошо. Ты начнешь? Пожалуйста. На самом деле, Канн Шабанбайич отмечал в своем докладе, что на начало первой пятилетки эфира уровень инновационно-активных предприятий был на уровне 4%. Сейчас мы знаем или мы имеем сейчас результат, чтобы он поднялся до 8%. Также у нас есть информация, что в 7 раз возросли затраты на инновационные деятельности и на технологические инновации. То есть, имеется в виду, что Вы говорите, насколько активные предприятия во внедрении инноваций. Показатель это может охарактеризовать только затраты этих предприятий на инновационность. Насколько они сейчас вкладывают. Вот мы сказали, что в 7 раз эти затраты увеличились. То есть, это тот показатель, который оценит эту работу. Вторая часть вопроса. По итогам второй пятилетки ожидается увеличение инновационно-активных предприятий. Или стоит у нас показатель, который мы должны достигнуть. Это 20% увеличения. То есть, на сегодняшний день это в районе 8% и должны увеличиться до 20%. Так, спасибо. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Будут ли еще вопросы? Регионы, если есть вопросы, также подключайтесь. Вопрос с полудара. Пожалуйста. Вопрос с полудара. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. В какой отрасли больше всего внедрено инновационных проектов? Спасибо. Вам спасибо. Судя по тем заявкам, которые заходят в агентство, я бы сказал, что в основном это связано с добычей, транспортировкой, переработкой углеводородного сырья. Также довольно активны в химии и нефтехимии и в АПК. Машиностроение также проявляет активность. Недавно, последний или точнее текущий год показывает, что очень большая активность в инфотелекоммуникационных направлениях. Спасибо. Большое спасибо. Если вопросов больше нет... Продолжение следует...